Всем привет! Так не доползла я до нормального вида видео. У меня, скажем так, новая работа. Ну, не новая. Я получила повышение, и у меня абсолютно не хватает видео ни на что. Я приползаю домой полумёртвая, и хватает вот посмотреть видео. Сейчас смотрю, домохозяйка, решила заодно снять свои пустые баночки, коробочки. Рядом сидит, жрёт нагло. Кот доедает мою котлету с кетчупом. Вот, ну поехали. Быстро расскажу, покажу, что у меня закончилось за последнее время, и, наверное, уже в следующем видео будет что-то поинтереснее. Закончились, точнее, купились и сразу закончились вот такие носочки сосу японские. Что могу сказать? Ну, это лучшее из того, что я пробовала из вот всяких таких носочков. То есть тут действительно кожа сходит пластами, действительно какой-то эффект виден. Правда, всё-таки ненадолго. Может из-за того, что зима, может из-за того, что мне лень, как должен ухаживать за ножками. В общем, вот такая вот вещь. Делали её с мамой. Ну, конечно, у кого на топтыши посильнее, нужно 2-3 раза чуть ли не подряд их делать. У кого более-менее всё нормально, 1 раза достаточно. Дальше у меня закончилась вот такая вот маска от Organic Shop, Jasmine и ЖЖБА. Неплохая маска, неплохо питает, увлажняет. В принципе, как бюджетный вариант, очень советую. Всё-таки сколько чего я не пробовала из разных вот этих вот линий. Organic Shop, там, Натура Сиберга и так далее, и тому подобное. Вот эти вот маски. Вот эта линия классическая, она пока что для меня остаётся самой лучшей из вот этого бюджетного набора. И для тела, и для волос. Какие-то скрабы. В общем, средняя цена, но очень достойное качество. И действительно, в составе есть масла. Конечно, я не могу сказать 100% на какого там они производства, насколько они качественные и некачественные. Но, тем не менее, на мне работают хорошо именно эти продукты. И те, которые дешевле, те, которые дороже. Те, которые дешевле, я вообще молчу. То есть, стану смехотворно, наверное, можно сказать, такие продукты вообще выпускают на рынок. Ну, а те, которые подороже, просто мне кажется, у них завышена цена. Потому что примерно вот то же самое, что и здесь, только в большей банке за большую цену. Также вымазала, наконец-то, вот такой вот organic lotus и сахар. Это скраб для ног. И, если честно, вот когда-то мне я говорила, очень он нравится, что он очень хорошо подходит. Я поняла, что, в принципе, что вот этот скраб, что скрабы для тела, у них они все одинаковые. И действуют одинаково. И дисперсность у них тоже одинаковая. Поэтому именно вот такой же. Ну, может быть, когда-нибудь, конечно, куплю чисто из-за аромата, из-за такого розового цвета. Но в последнее время меня вообще что-то не радует скрабы для ног, если честно. Мне как-то я забываю ими пользоваться. Вот этот у меня очень долго лежал. И, наверное, пока что временно я забуду про скрабы для ног. Потому что просто не хочется ими пользоваться. Также у меня закончились... Закончилось из линии планеты органик. Органика. Шампунь и бальзам для волос у меня был для всех типов волос. Объем и пышность. С маслом авокадо. Ну, что могу сказать? Ну, конечно же, никакого объема и пышности не было. Просто потому, что у меня волос довольно тонкий. И, в принципе, длинный. Поэтому я не знаю, что мне нужно делать. Чтобы у меня был объем. Причем надолго. Мне даже мастера в парикмахерской далеко не всегда могут сделать нормальный объем. Поэтому, что говорить уже о средствах, тем более, которые стоят 60 рублей. Ну, я ими смывала масляные маски для волос. Обычные какие-то там, когда нужно было лишний раз помыть голову, мыло. Ну, ничего. Нормально. Куплю, не куплю. Не могу сказать. Сейчас такая движуха на рынке в плане шампуня и дорогих и дешевых. Что, может, куплю, поностальгирую. Может, не куплю. Не знаю вообще абсолютно. Ну, в принципе, сейчас не заморачиваюсь на эту тему. И закончилась такая вот маска. Я, по-моему, даже не показывала в покупках. Я не помню, честно. Для сухих и поврежденных волос на масле ши. Питание и восстановление 15% масла ши. Если честно, маска мне понравилась. Стоила она что-то тоже 60 рублей. Но такие маски я не использую никогда на кожу головы. Потому что все-таки, конечно, несмотря на натуральные составы. Здесь у нас идет органическое масло. Ну, вода. Дальше органическое масло ши на втором месте. На третьем масло баобаба. На четвертом экстракт баобаба. Ну и так далее. В принципе, масла, масла, масла. Но почему-то все-таки доверие в плане того, чтобы нанести на кожу головы, у меня это не вызывает. Но, если честно, для кончиков, для длинных волос, кончики которых сухие постоянно, эта маска работала шикарно. Она давала блеск, дополнительное легкое расчесывание. Ну, в общем, мне понравилось. Коты, как всегда, не дают мне спокойно жить. Почти закончилась вот такая вот база от Гоши. Показываю просто потому, что, чтобы потом не снимать, ну, не ждать. Она у меня закончится буквально там завтра-послезавтра. И чтобы уже не показывать ее еще раз, покажу сейчас. Точнее, чтобы не ждать, не копить эти баночки. Закончилось у меня вот такое вот масло. Оно не гидрофильное, но просто называется на самом деле пенищееся масло. Это у меня Диметра. Пользуюсь этим маслом довольно часто. Вот побегу, наверное, возьму еще одну маленькую баночку. Я им смываю BB-крема. Смывает хорошо. Сейчас у меня также появилась щетка для умывания. И с этой щеткой, и либо с конжаковым спонжем. Шикарно работает. Ну, правда, вот в таком виде она у меня. Потому что все-таки бумага, и бумага развокает. Но мне нравится масло, мне нравится аромат. Мне нравится, как оно очищает. И чтобы кто ни говорил, что это не гидрофильное масло. Оно изначально не заявлено как гидрофильное масло. Я не знаю, почему все его сравнивают с гидрофильным маслом. И говорят, что это не гидрофильное масло. Оно просто пенищееся масло. На основе каких-то масел и экстрактов. То есть оно не работает как гидрофильное масло. Поэтому, ну, девочки, кто покупает марку Фрешлайн, вот эти масла в надежде на то, что это гидрофильное, нет. И не путайте, не обманывайте себя и других не вводите в заблуждение. Масла шикарные. Очищают хорошо, питают хорошо. Просто нужно адекватно понимать разницу между двумя продуктами. Дальше у меня закончился вот такой вот BB серум. По идее он идет для жирной кожи. Я его брала не с целью увлажнения, а с целью сияния. Потому что слышала отзывы у девочек, у кого сухая кожа, что прямо там кожа засияла, сверкала, прямо как база под макияж. Шикарная. Ничего подобного. Увлажнение абсолютной ноль. Сияние абсолютной ноль. Я знаю средства, которые сияют получше. Да, придавало небольшой комфорт, как база под макияж, возможно. Но с этой сывороткой я также использовала и дневной крем. Хотя, по идее, его и надо перекрывать кремом. Ну, в любом случае, того, что говорили другие девочки, я на себе не увидела. Не знаю, может у меня с кожей что-то не то. Но, тем не менее, никакого сияния, никакого свечения, никакого выравнивания поверхности рельефа, там, тона кожи я не заметила. Второй раз, конечно же, не куплю. Из этой серии иллюминая витамин С плюс есть гораздо более достойные продукты за свою цену. Также у меня закончилась куча масок. Закончилась маска от Лаксион. Фриман, как она называется, против загрязнения окружающей среды. Закончилась такая очищающая клубничная. Также у меня закончилась такая вот маска от Фриман. Кстати, брала специально в Валитуале попробовать. Это у меня очищающая глиняная маска. В принципе, они все неплохие, они все неплохо справляются со своими задачами. Но, в любом случае, практически любая из этих масок, в первую очередь, очищает кожу и питает ее, насыщает метавитамины. В принципе, неплохо. Для меня это самый лучший формат маски. Воспользовался, выкинул, забыл. И не думаешь о том, что у тебя лежит целая там туба, сколько-то миллилитров, и портится. Я подумывала неоднократно купить большие маски Фриман, но меня все-таки давит жаба, потому что я знаю, что я их не использую до конца. С тем количеством масок, которые у меня есть, и с теми, как сказать, с тем прогрессом, с которым я их использую, абсолютно нет. Я люблю маски, но у меня просто на них иногда не хватает времени, поэтому большие объемы абсолютно не для меня. Также у меня закончились вот такие вот патчи под глаза. Патчи как патчи. Немного увлажняют кожу, немного придают коже сияние, немножко охлаждают, убирают припухлость. В принципе, неплохо. У меня против отечности под глазами женьшей. Но, как здесь написано, их нужно применять регулярно. Регулярно это очень дорого. Поэтому, ну, время от времени делаю, когда есть необходимость. А так на регулярной основе пока что не практиковала. Закончилась у меня вот такая вот розовая водичка от марки Мельвитас. Шикарная вещь. Абсолютно 100% органика, био. Все значки, все сертификаты. Шикарная вещь. Классная. Сейчас в Питере она не продается. Не знаю, если успею, ухвачу в интернет-магазине. Потому что вообще слышала, что у меня Мельвитас закрывается. Также закончился у меня вот такой вот спретли Стаффорд. Это Breaking Hair. Спрей для ухода за ломкими и путающимися волосами. Невесомый легкий спрей помогает ухаживать за ломкими и путающимися волосами. Идеальный для домашнего использования. Также в путешествии бла-бла-бла помогает сделать расчесывание волос более легким. И знаете, вот каково было мое удивление. Это единственный спрей для легкого расчесывания волос, который на мне действительно подействовал. То есть действительно мне с ним легче было расчесывать волосы. Он их не утяжелял, он их не склеивал. От него волосы не жирнились быстрее. Наоборот, волосы от него становились блестящими, шелковистыми. И это первый спрей, который я использовала до конца. Обычно я выбрасываю спреи где-то вот так наполовину. Этот продукт я однозначно куплю еще раз. Это Полупров. Мне очень нравится эта марка. У них довольно-таки не очень приятные ароматы. Но действие вот именно вот этого спрея меня просто поразило. Очень нравится. Возьму еще раз и всем действительно могу посоветовать. Закончился у меня скинорен. Пользуюсь им время от времени, хотя надо регулярно. Но, тем не менее, у меня не настолько сейчас большие проблемы с кожей, чтобы им пользоваться регулярно. Ну, я думаю, что при даже сильной угревой сыпи неплохо поможет. Обратите свое внимание. Ой, неудобно абсолютно. Ой, закончился бальзам Хена очередной. Сто раз все про него слышали. Не буду ничего подробно рассказывать. Дальше. У меня закончилось вот такое вот масло. От Лемонграсс Хаус. Это было у меня там с апельсином. Ну, цитрусовое какое-то масло для тела, против целлюлита. В общем, вымазала его довольно активно и быстро, когда взялась. Особо большого эффекта я от него какого-то не увидела, если честно. Просто, ну, я не знаю. Вот такое масло можно сделать самому. Ну, тут масло миндаля было плюс и все-таки цитрусовых. Я не знаю, за что я заплатила деньги. Зачем я вообще их отдавала за это средство. То есть я могу понять, крема для лица, я их не умею делать дома. А вот смесь масел вполне могу сделать сама и не тратить деньги. Очередной шампунь мед, краска, йогурт у меня закончился. Если честно, я не знаю, возьму я его еще или нет. Ну, скорее всего, возьму, потому что я настолько привыкла к этому шампуня. Но пока что временно делаю перерыв, потому что устала от таких шампуней и стикса. И в ближайшее время не планирую наведываться в рифгош, но как только наведаюсь, конечно же, обязательно прикуплю себе еще пару бутылочек. Что еще из ухода у меня закончилось? Из ухода у меня закончился крем ночной и мартель. Не могу сказать ничего хорошего и ничего плохого про этот крем. Крем как крем, питает. Конечно же, никакого антивозрастного эффекта я не заметила, но надеюсь, что он хотя бы сохранил мою молодость. Крем слегка комедогенен. Все-таки у меня он лучше всего работал вместе с сывороткой от LUMINE, двухфазный витамин C+, с любыми другими сыворотками, с гиалуроновой кислотой и так далее. Абсолютно не работает. Появляются прыщи. В общем, очень с осторожностью нужно использовать такие вещи. И не могу сказать, что он мне понравился. Второй раз не куплю, тем более он стоит сейчас 5 тысяч. И мне кажется, я на него не разорюсь. Есть варианты куда лучше и дешевле. Дальше из ухода у меня закончился вот такой вот гель для души Дэвидов. Ночная дива. Понравился мне аромат. Думаю, что, возможно, приобрету такую же туалетную воду. Очередная сыворотка с гиалуроновой кислотой у меня закончилась от LUMINE. И, если честно, я нашла ей аналог, который по стоимости в итоге выйдет дешевле. Пока что тестирую. Я не могу сказать, что 100% такой же результат, но результат похож. Поэтому посмотрим, что я буду использовать в итоге. Эту сыворотку или ту. Я посмотрю, наверное, после того, как у меня закончится целая банка той сыворотки. Еще что из ухода. Также из ухода у меня закончилось два продукта от компании L'Occitane. Это вот такой вот крем-карите 25% с маслом какао. Если честно, мне очень нравится эта линия, но сейчас у них уже нет. У них есть только один классический 25%. И больше вот в таких маленьких объемах у них теперь 10% масла-карите, но они не такие питательные и не такие вкусно пахнущие. Хорошая вещь была. Лимитированная коллекция. Если кто-то где-то такие еще увидит, берите и не пожалеете. И закончился у меня вот в таком вот тюбике. Это крем-карите 20%. Это крем для рук, тоже линия-карите. Этот крем мне очень нравился. Крем для рук с пудрой тапиоки. Пока что мне он нравится. У меня есть классический еще крем, он мне нравится меньше. Я бы очень, конечно, хотела перевыпуск вот этой линии именно 20% из пудры тапиоки. Мне кажется, 25% на руки слишком плотный. Меньше процентов слишком легкий. А вот это идеальное сочетание плюс пундры тапиоки, которое дает такую бархатистость. Классную. Ну и что у меня? Дальше у меня пошла, по-моему, декоративка. Закончился вот такой вот бальзам для губ. Да, бальзам для губ. Сенситив тач от Lumine. Серий Сос, Lip and Dry Spot Balm. В общем, это крем для губ. Ну, честно, ни о чем. У меня были очень большие проблемы с губами. В январе месяце я болела, и у меня как-то все это очень сильно отразилось на моих губках. Ничего он не делает. Он неплохо увлажняет губы, если они у вас в нормальном состоянии. Но если у вас очень сильные шелушения, очень сильные проблемы с губами, он абсолютно ничего не делает. Он никак их не восстанавливает. Да, он их увлажняет, дает какой-то комфорт на какое-то время. Но, тем не менее, к тому же он очень жидкий. В общем, ну, я как бы на нормальное время года, там на весну-осень его можно использовать при нормальном состоянии губ. Мне, к сожалению, это как слону дробина, абсолютно не помогает. И, наверное, больше никогда такой не куплю. Ой, даже не показать нормально. Закончилась такая зубная паста от марки Веледа. Ну, вы, наверное, все видели эти зубные пасты у многих блогеров. Многих показывали. Есть такая же с календулой, есть морская. Это для чувствительных десен. Я уже про нее рассказывала. Паста хорошая, не имеет ярко выраженного аромата и вкуса. Она почти не пенится. И для ухода за чувствительными деснами идеальная вещь. Мне очень нравится. Правда, стоит. Сейчас довольно недешево. Почти 500 рублей. Дальше выкидываю уже вот такую пундру. Она мне изначально очень понравилась. Потом она мне перестала нравиться, потому что вот здесь вот было большое розовое пятно. И оно делало лицо, ну, реально поросячье розовым. И я какое-то время использовала эту пудру как румяну. Причем, что она очень, кстати, хорошо держалась. Не могу даже. Не фокусирует нормально. Так, наверное. Вот здесь вот идут зеленые такие оттенки, коричневые, бежевые, белые, розовые. То есть вообще она должна очень хорошо выравнивать тон кожи. Но, я говорю, она мне делала лицо поросячье розовым. Сейчас, когда я вымазала как румяный этот розовый оттенок, то есть просто вот это вот все остальное мне не делает абсолютно ничего на лице. Поэтому выкидываю и абсолютно не жалею. Причем, кстати, она содержит тальку. Я поняла, что только ей перестала пользоваться. У меня улучшилось состояние кожи. Закончился вот такой вот тональный крем от Bosch Natural Touch в оттенке 38. Ну, как бы тоже когда-то я его очень любила и сейчас люблю, но его нету больше в продаже. Поэтому мы закончили и забыли. Вот такой закончился у меня Lumine Double Stay Mineral Makeup для сухой кожи в оттенке номер 2. Медовый, бежевый. Неплохой тональный крем. Он с какими-то минеральными пундрами. Неплохо, но я не могу сказать, что он шикарно увлажняет. Держится полдня. Ничего особо не перекрывает. То есть как для выравнивания тона кожи, да, ничего. Но если у вас кожа проблемная, он вам не подойдет. У меня также закончился вот такой бальзам из Филета. Вообще я его покупала на лето. Он со спея фактором 4, да что ж такое. Но на лето он мне оказался не слишком уж плотным. Таким он очень восковый. Его, чтобы нанести, его мажешь, 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 мажешь. Точно, что пластмассой мажешь по рубам, потому что очень плотный, практически не наносится. Вымазала его зимой, но тоже не в восторге, если честно. Поэтому, не знаю, куплю или нет, еще раз 500 или 600 рублей он стоил. И, ну, за такие деньги, мне кажется, можно купить чего-нибудь и не одну штуку. Также у меня закончилась такая вот тушь. Catchy Eyes от Bosch. Любимая моя тушь. Мне очень нравится. Как только закончу все остальные, ну, вот вы посмотрите. Засранец какой, а? Вот. Виля. Абсолютно бессовестный кот. Очень мне нравится эта тушь. Действительно, дает эффект кошачьих глаз. Как только закончу все свои, которые у меня сейчас есть, конечно же, повторю обязательно вот эту. Это у меня, по-моему, уже вторая тушь из этой серии. Также у меня закончилась куча блесков для губ. Куча, два. Вот такой вот вымазал еще от Max Factor. Ну, в общем, все то же самое, что и в предыдущих, только с блестками. И закончился вот такой блеск для губ от Be You. Если честно, я сейчас очень сильно понимаю разницу между блесками от, ну, люксовых марок и вот таких вот бюджетов. Блин, в чем-то там я опять заляпывалась, как всегда. Вот этот блеск, он и не помада, и не блеск. То есть, он тот полупрозрачный оттенок, затекает во все морщины, не держится, растекается. Его нужно сто раз в день обновлять. В общем, ни о чем, если честно. Больше такой, конечно же, я никогда не куплю. Выкидываю просто уже за старостью, не актуально, что вот такую тушит Max Factor. Да, у меня есть такой раритет, она коричневая, и когда-то она мне давалась в подарок. Тогда мне казалось, это, не знаю, самое крутое, что у меня есть. И она мне нравилась, и я ей действительно пользовалась. Больше, конечно же, сейчас я ей уже не пользуюсь, не актуально, да и... Ну, смешно уже как-то выглядеть, действительно. Поэтому выкидываю. Также выкидываю четыре практически новые фломастеры от Гоши. Два в коричневом оттенке, один в черном, один в зеленом. Я больше никогда не куплю себе подводку фломастер. Они засыхают моментально. Я ими каждый пользовалась по одному разу. Сейчас, когда я решила с утра сделать стрелки, я намучилась, потому что ни одна из них не рисует. Меняла наконечник, как у них показано, что можно заменить наконечник. Меняла ничего подобного, ничего не рисует, ничего не красит. Они засохли, хотя стояли у меня в стаканчике вот так вот, то есть хвостиком вниз. В общем, нет-нет-нет, там 500 или 600, сколько рублей стоит такая подводка. Нет, никогда больше не куплю. Нафиг надо, если честно, вообще не понимаю. Также у меня закончилась водостойка вот такая подводка от L'Oreal до потопная. Тоже уже просто загустела, засохла. Хотя подводка шикарная и кисточка у нее супер. Какие-то ошметки от кисточек у меня. Также выкидываю вот такую кисточку от Essence. У меня была двойная кисть для нанесения тона и консилера. Она меня долго радовала. Мне, кстати, очень рада санести тональный крем именно вот этой кисточкой. Ну, как бы ее время пришло, она вся расклеилась, развалилась вот от нее остатки. И тоже уже нет смысла ее склеивать, что-то делать. И от Tony Moly вот такой вот образец, весь в кошачьей шерсти, конечно же. Это была какая-то ночная маска. Вот если честно, это, наверное, насмехательство над российскими покупателями. Я не знаю. Может быть, у них настолько маленькие лица, что им хватает вот этого образца. Здесь, наверное, один миллилитр. Это маска. Но мне этого не хватило даже, чтобы покрыть лоб. Поэтому ничего сказать не могу. Хорошая или плохая, я вообще не поняла, что она делает. В общем, вот, опять выкидываю кучу хлама. И моя идея закончить как можно больше косметики, чтобы ее не складировать, она продолжается. Поэтому я покупаю очень мало и очень много чего заканчиваю. Поэтому пустых баночек будет еще много-много-много. Потому что у меня за пару лет работы визажистом скопилось много косметики. Не только для работы, но и много косметики для себя, которая никак не имеет отношения к каким-то профессиональным средствам. Или ее просто жалко на кого-то вымазывать. Или какие-то редкие экземпляры. В общем, я перестаю коллекционировать косметику. И вообще, вот если честно, я понимаю, что возраст в этом плане все-таки имеет значение. Потому что чем старше я становлюсь, тем мне больше хочется покупать продукты, которые меня будут радовать. Которые действительно хорошо работают. Не пробовать все подряд, как я это делала раньше. Когда мне хотелось иметь 10 баз для глаз, 150 помад и 500 тушей. Сейчас я хочу иметь что-то действительно приятное, действительно работающее. Ну и к тому же я понимаю, что всего никогда не купишь. Всего никогда иметь не будешь. И в конце концов косметика портится. И поэтому я вот прихожу к выводу постепенно, что все-таки одно время я была очень глупа. Много чего покупала ненужного. И много чего мне хотелось. Сейчас я понимаю, что если меня продукт не зацепил, если я о нем не думаю месяц, то он мне не нужен. И выбираю косметику чуть-чуть по другому принципу. Кстати, напишите, может быть вам будет интересно, чтобы я сняла отдельное видео. По какому принципу я сейчас выбираю косметику. Как я себя держу в руках, чтобы не скупать все подряд. И чтобы не было такого, ааа, у этой девочки появилась новая помада и нужно купить такую же. То есть, если хотите, то я сниму отдельное такое видео. Потому что я уже полгода держу себя в руках. Напоминаю себе о том, что есть вещи поважнее, чем косметика. И, ну, как-то пока получается. Поэтому напишите внизу в комментариях, интересно вам такой формат видео или нет. И если что, то я обязательно сниму такое видео. О, наговорила минут на 20-30. Ладно, все, закругляюсь. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok